В октябре в Беларуси началось активное обсуждение поправок в Конституцию. На этот раз Брестский научно-технологический парк стал местом для проведения берастейского диалога, в рамках которого эксперты в области экономики, владельцы руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, налоговые консультанты, представители парка высоких технологий, а также местных органов власти высказали свое видение возможных изменений в экономике страны и в частности Брестского региона. Нам очень важны для выработки дальнейших шагов мнения предпринимательской среды обязательно, что сегодня сдерживает, как в части инвестиций, инноваций, сегодня развития регионов, применение различного рода стимулов, как экономических, так и организационных стимулов, для того, чтобы дать толчок и новый стимул приобрести именно в дальнейшем движении. Поэтому нам будет сегодня очень интересно, именно мнение бизнеса, думаю, что состоится достаточно такой конструктивный, хороший разговор и обязательно мы по итогам этого разговора все предложения, которые сегодня прозвучат, мы их систематизируем, отработаем и максимально, конечно же, постараемся, чтобы эти предложения, которые будут звучать, они нашли свое отражение, в дальнейшем, в принципе, принятие дальнейших решений, как и в части корректировки каких-то нормативно-правых документов, вот, и, соответственно, документов разного. Эффективность зависит от нас, всех нас собравшихся. Если бы я считал, что отсутствует вообще какая-то цель этого сбора, либо она не ясна, во-первых, мы бы не стали резидентами парка высоких технологий, уехали бы из страны и занимались бы, наверное, окончательно другим. Мы считаем, что для совершенствования жизни нашей страны и улучшения мы должны работать каждый день, должны собирать лучшее в мире и применять в нашей стране для того, чтобы улучшать инфраструктуру и деловой климат. Что касается времени, время переменно стало у нас уже давно, и сейчас явно, когда такое происходит в мире, ковид, когда происходит трансформация в целых отраслях, мы должны меняться. И мы не просто должны следить за изменениями, мы должны их предвидеть и работать на опережение. То есть все наши действия должны носить проактивный характер. Я в этом чётко уверен. Для того, чтобы экономика Брестского региона начала работать на будущее, участники конференции в первую очередь решили обозначить болевые точки и те проблемные моменты, которые мешают эффективной работе различных субъектов хозяйствования. И до настоящего момента остаются нерешёнными. Попытки внедрить в регионах разработки национального масштаба без учёта местной специфики, сложность в привлечении зарубежных инвесторов по причине отсутствия гарантии безопасности иностранного капитала, проблемы и отсутствия гибкости в системе налогообложения, наличие практики, когда малый и средний бизнес не может воспользоваться льготой или указом по причине сдерживающих факторов, отток квалифицированной рабочей силы, введение разрешительной системы в сфере международных грузоперевозок и прочие моменты вышли на передний план дискуссии. Очень хочется, чтобы государство наладило такое частное партнёрство, государственное частное партнёрство, чтобы был диалог, чтобы бизнес слышали. Каждый из участников открытого диалога имел возможность высказаться. Сейчас очень важно правильно выбрать приоритеты и обеспечить механизмы их реализации, адаптировать их в разрезе развития своего региона. Это основные цели Берастейского диалога и других подобных площадок. Начало положено и будем надеяться, что инициатива представителей различных сфер хозяйствования будет услышана. А обсуждение приведёт к желаемым поправкам в Конституцию.